Я воспринимала эти слова как мимо ушей, да, как ощущаешься, здоровье и всё-таки. А когда теперь я слышу, чтобы все ваши мечты сбывались, я немножко по-другому воспринимаю эти слова, потому что мы очень много говорим о мечтах, очень говорим много о целях, и что действительно мечты, они сбываются, если ставить цели, если делать определённые действия и идти к ним. И перед началом нашей планёрки я хочу тоже рассказать вам, как мы ходили по нашей благотворительной акции, многие участвовали в нашей благотворительной акции, в приют, в Центр помощи женщинам. И вы знаете, о чём там все говорили? Не поверите. Как будто я была на вебинаре по нашим мечтам и целям. Все говорят о мечтах и целях. И, может быть, я поэтому немножко стала по-другому воспринимать мечты и цели, которые мы с вами ставим, и вам желаю, чтобы ваши все мечты сбывались. И не воспринимайте эти слова как просто слова, а пусть они для вас будут таким призывом к действию. Поставьте все себе цели на год. Я думаю, тоже многие из вас в новогоднюю ночь поставили себе цели. И кто ещё не директор, ставьте цели. Представьте, ну, минимум, это закрыть звание директора. Кто уже старший менеджер, директора, кто на уровнях 15-18%, нужно вырастить три директорские структуры. У вас уже есть свой бизнес, вам нужно его продвигать. Что для этого делать? Почему я первая взяла слово, да, на нашей планёрке? Потому что наш бизнес без людей не растёт. То есть для того, чтобы создавать большие товарообороты, нужно обучать людей зарабатывать. Чтобы люди к нам приходили, те, которые хотят зарабатывать деньги. Где брать людей этих? Людей очень много. Вы не поверите мне, сколько много людей рядом с вами. Для того, чтобы найти людей, нужно рекрутировать. То есть приглашать людей к нам. Люди разные. Ну, есть люди, которые просто не понимают. Есть люди, которые с разным образованием, разными понятиями о жизни, да, о тех же мечтах и целях. И они, может быть, не сразу вас услышат, но они услышат, если вы будете работать, развиваться, если вы будете в правильном контексте, показывать им то, куда мы идём, то, как мы зарабатываем, да. Что это такое для нас? Чем мне нравится наша работа, что мы не просто зарабатываем деньги, мы говорим о вещах, которые повышают, наверное, наш уровень, да, уровень образования, уровень восприятия жизни. И до этого нам нужны люди вокруг рядом, да, чтобы они помогали нам в этом. И не важно, где рекрутировать, если говорить о рекрутинге, важно, как мы это делаем, как правильно позвать людей. Мы не зовём, да, на «приходи, возьми каталог, продай тушь и заработай 20 рублей». Мы не на это зовём. И вы должны об этом людям говорить, вы должны это объяснять. И сейчас, в новогодние праздники, ещё раз поздравляю всех с Новым годом, и хочу вас рассказать про два метода рекрутинга, которые вам сейчас пригодятся. Это, конечно, развитие личного бренда, в соцсетях, у кого ещё даже вообще ничего нет. Мы закрыли 17-й каталог. 17-й каталог мы закрыли очень хорошо. Ну, грех не закрыть новогодний каталог с хорошими результатами. Да, все соскучились по работе, всех обязали быть на летучке, и все, конечно же, пришли. Отлично, я очень этому рада. Вот, и сейчас вы должны в своих соцсетях выкладывать информацию обо всём. Вот как раз на мечтах, да, поставьте себе новые цели, расскажите своим близким об этом, пусть это в соцсетях, да, ну, всё равно это метод рекрутинга. Развивайте личный бренд. Развивайте с самого первого дня. Если вы ещё этого не начали делать, развивайте сейчас. И, конечно, наши знакомые. Сейчас 2 января. Мы до... Какого у нас там числа обычные люди ходят на работу? 9-го, 12-го, я, если честно, даже не знаю, уже не в курсе. Люди ходят друг к другу в гость. И 9-го, да, ну, вот хорошо сказали, потому что я на самом деле даже не знаю. Мой муж идёт завтра на работу, это немножко другие, да, но предприниматели работают по-другому. А те, кто в бюджетную сферу, им это после 9-го, после 12-го. Поэтому ходим в гости, работаем со списком знакомых, работаем со знакомыми. И вам рекомендую ещё сейчас набирать себе вот этот список знакомых. Вы идёте в гости, там есть другие люди, там есть знакомые знакомых. Берите рекомендации. Общайтесь с людьми. Это наш бизнес, бизнес-отношения. Чем больше вы общаетесь с людьми, тем больше растёт ваш бизнес. Ксюшечка, раз и мне надо в садик. Когда мне надо в садик, тогда я отведу. А в школу напишу в чате, когда там после 9-го вот и напишу, когда нам в школу. Поэтому я вот особо не в курсе даже, когда заканчивается новогодний праздник. И в этом моё счастье, да. Ставьте себе планы сразу на январский каталог. Январский каталог нужно раскачать. Нужно раскачать с самого начала. Если вы сами будете спать и сидеть, да, отмечать праздники до 20-го января, то он у вас не раскачается. Если вы сами начнёте действовать, если вы сами начнёте работать. Ведь у нас бизнес, не за станком мы стоим, да, мы языком болтаем. И когда вы идёте в гости, вы просто там продолжаете работать. Продолжайте там набирать вот этот список знакомых. Запланируйте себе рост, прирост минимум на 1% уровень. Рекрутируйте, продолжайте обучаться. Сопровождайте свою команду. Вы не забывайте, что команда смотрит на вас. Даже если вы на 6% у вас уже есть 2-3 человека в глубине, которых нужно сопровождать. Вот их и нужно сопровождать. Вот вы не забывайте, что вы уже за них ответственны. Если вы до 20-го числа скажете, а у всех праздники в стране, всё равно январь у всех такой не очень, да, и я тоже не буду ничего делать. Вот если вы так будете рассуждать, у вас действительно ничего не будет. Если вы сами на себя посмотрите со стороны и поймёте, что за вами идут люди, вы будете работать. Вы будете работать. Ну я же говорю, мы не у станка стоим, здесь работать несложно. Будьте в чадо, будьте онлайн, ходите на вебинары, потому что мы будем каждый день вечером проводить вебинары. Дневные мы отменили на этой неделе, но вечерние мы проводим. Ходите на вебинары проводить, собеседование. Ну 2 часа в день, несложно, да, между бокалом шампанского, очередным новогодним гостем провести какое-нибудь собеседование. Ставьте планы себе и, ну, начинаем уже делать ЛТО. Первую неделю, хочу вам сказать, что уже многие делали товарооборот, да, некоторые уже делали заказы. Я вижу по товарообороту, что он уже начал расти. Летучки, летучек, Суворова и Гладышев, здорово, уже вдвоём. Летучки проводить мы будем индивидуально по командам. Юлечка уже проводила собеседование в Одноклассниках, здорово, отлично, умничка. И хочу вам сказать, что сейчас, да, нужно сделать акцент на социальные сети, потому что сейчас люди отошли немножко от Нового года. И что они делают? Они пошли в соцсети смотреть, кто как провёл Новый год. Они с новыми, так же, как мы, да, с какие-то с новыми ощущениями, с новыми желаниями, новых возможностей. Они на вас обратят внимание. Поэтому обратите внимание на соцсети именно в этот период. Так, и хочу ещё раз объявить о нашей рекрутинговой гонке. Не все заполнили форму. Даже активно не все заполнили форму. Что такое рекрутинговая гонка? Расскажу сейчас условия. Она будет действовать два каталога. Два каталога. Первый и второй каталог. Для того, чтобы участвовать... Здорово. Ну всё, разбираем подарки. Для того, чтобы участвовать, нужно заполнить форму для регистрации. Каждый, кто заполнил форму, начинает участвовать в этой рекрутинговой гонке. Мы считаем количество личных рекрутов. Тех, кого пригласили вы сами. Это может быть в глубине, где-то, да, но не важно, где там в глубине оно будет, в какой ветке. Главное, чтобы вы этого человека пригласили, и он сделал свой первый заказ. Будет общий файл, он уже есть. Я его выложу, как только наберётся определённое количество людей для нашей гонки. И в этом файле будет видно, сколько рекрутов у каждого участника. Каждый участник этой гонки сдаёт по 100 рублей в общий котёл, в общую сумочку, да, такую. И тот, у кого будет большее количество рекрутов, он забирает всю эту сумочку себе. Мы уже проводили такую рекрутинговую гонку летом. Нас было гораздо, гораздо меньше. Что я вам хочу сказать. Что даёт эта рекрутинговая гонка? Участники не дадут соврать. Сразу видно тех людей, которые готовы работать. Видно тех людей, которые не сдаются, которые говорят, да, я буду. Которые говорят, ну, понимаете, я вот, например, у меня очень мало времени на рекрутинг. У Кати Серёжниковой мало времени на рекрутинг. Потому что у нас много времени занимает сопровождение. Но мы в любом случае будем участвовать. И вот видите, ещё, может быть, и победим, да, Катюш? У Олеськи тоже сейчас уже большая структура. Тоже на рекрутинг меньше времени остаётся. Но мы будем рекрутировать, и мы будем ещё с вами бороться, новички. Потому что у вас-то времени на рекрутинг гораздо больше. Точно, Катюшечка. Вот. Это соревнование, эта рекрутинговая гонка даёт такой вот дух соревнования. Вот именно, да. Дух соревнований, который подстёгивает друг дружку работать больше. Может быть, не работать больше. Может быть, знаете, как такая мотивация, да, какая-то ещё одна для того, чтобы что-то делать. Мотивация к действиям. А что это даёт вам? Вот я вот не смотрела сегодня ещё, кто заполнил, кто не заполнил. В этом году ещё не смотрела. Но лидеры должны заполнить все. Лидеры должны участвовать обязательно. Даже если вы... Да, иди, папочка, тебя откроет попросили, Максимыч. Вот. Даже если вы не сможете конкурировать с вашими активными новичками, вы должны показать пример, что вы участвуете. Я участвовала в прошлой рекрутинговой гонке. Я вам хочу сказать, что моего новичка, Юлю Ковалёву, на тот момент я догнать не могла. Потому что Юля только пришла, она рекрутировала очень активно, у неё была мотивация, у неё были рекруты. И она меня победила. Поэтому все новички, все лидеры, которые есть в нашей структуре, вы обязаны участвовать в этой гонке. Вы должны показать пример вашей команде. Если бы я не участвовала, Юлька, вот разве ты бы участвовал, да, если... Ну, лидер не пошёл, а я что, пойду? Зачем мне это надо, да? Поэтому лидеры должны участвовать в обязательном порядке. Новичкам, кто пришёл, вы должны объяснить, насколько это важно, что это даёт рост по всей структуре. И вы всё равно в выигрыше. Потому что ваши новички, они рекрутируют. Ваши люди, они рекрутируют. Вы просто подали заявку, тоже рекрутируете. Это даёт рост, как мы работаем сейчас, да? Мы работаем командой. И команда даёт общий прирост. Поэтому в этой гонке надо участвовать. Надо участвовать в таких вот массовых наших мероприятиях, командах. Они обязательно дадут хороший прирост. Вот, Юлечка, да, лето. Юлька только пришла и держала девятку всё лето. Причём люди, я вам хочу сказать, партнёры приходили, уходили, мы искали ключевых. Так же, как в моей структуре, когда я была маленькой, да, когда я была девяточкой, я искала вот этих ключевых. И Юлька точно так же за счёт рекрутинга, за счёт вот этих мероприятий, она искала ключевых. Это мы её догоним. Нужно догонять, нужно перегонять. Нужно... Почему? Потому что всё равно это даёт всем результат. Всем даёт хороший прирост. Всем полезно. Да, Юль только будет рада. Я знаю, что некоторые уже заполнили. Кто ещё не слышал про нашу рекрутинговую гонку? Поставьте мне, пожалуйста, пятёрочки. Кто готов участвовать? Кто даже уже заполнил формы? Пишите пятёрочки, кто готов участвовать. Я тоже заполнила форму. Себя добавила. Вот, отлично. Иришка Суворова, молодец. Ты, кстати, заполнила? Лариса, ещё не знакомая. Хотелось бы познакомиться. Нино, умничка, видела. Татьяна. Марина Летушова, не видела ещё, что заполнила. Лена Убринова. Заполняйте форму. Девочки, Кострева заполнила, уже даже 100 рублей скинула. Не переживай, Анютка. Хитагурова тоже, Катюш, заполнила и скинула 100 рублей. Надя, пока нет. Надо тебе поговорить с ней об этом. Ага, да-да-да-да-да. Киселёву Олесе, Катюш, не видела. Я говорю, в этом году ещё не смотрела этот файл. Вот, давайте сейчас скиньте, пожалуйста, в чат. Вот прям и сюда в чат, и в наш чат. Добро пожаловать. Добро пожаловать и для активных партнёров. Скиньте сейчас, кто онлайн, форму для регистрации, чтобы люди ещё раз проверили. Где взять форму? Вот, говорю, скиньте, пожалуйста, в чат. 30-го говорила. Лена с Александром. Отлично, Серёж. Нужно, чтобы твоя команда тоже участвовала в этой гонке. Вот, вот такая вот у нас классная идея. Идея действительно хорошая. Мобилизует команду, мобилизует нас не расслабляться после январских праздников. Будет жарко, я вам обещаю. И после моей такой, да, наставнической рекрутинговой речи, я хочу объявить парад успеха. Потому что 17-й каталог был просто, ну, выражаясь литературным языком, офигенным. Мы сделали высокие новые уровни. У нас хороший прирост. У нас просто, у меня, да, эмоции переполняют, потому что мы отмечали Новый год с размахом, со спокойной душой, потому что мы сделали хорошие результаты по нашей команде. Мы растём, ребята. Мы продолжаем расти. И это радует меня просто несказанно. Да, молодцы, молодцы. И я передаю слово моему старшему менеджеру, моему без пяти минут директору, Олесе Дэй, которая начнёт наш парад успехов вместе со своими партнёрами, вместе с моими партнёрами. И, Олесечка, ты готова? Подключайся тогда. Всем добрый вечер. Как меня слышно? Плюсики поставьте. Как слышно? Видно не будет. Просто слышно будет. Слышно, нет? Не вижу ни плюсиков, ни минусиков, ничего. Ау, слышно меня, нет? Всё, чат, наверное, тормозит. Всё, поняла. Хорошо, отлично. Значит, всем добрый вечер. Рады всех приветствовать. Сегодня, на самом деле, у нас, несмотря на праздники, собралась довольно-таки большая команда. Все решили посмотреть и порадоваться друг за друга. Это хорошо. Всех поздравляю с наступившим уже 2017 годом, с годом золотого петуха, огненного петуха. Ну, раз сказал золотого, значит, всем быть золотыми, да, кто пришёл. Отлично. Я сегодня поздравлю трёхпроцентников. Три процента – это уже первый, да, самая первая ступенька, которую вы преодолеваете. Шумяков Иван, Костыренко, Анатолий. Это два у нас молодых человек. Очень даже, хочу сказать, приятно видеть мужчин, молодых парней среди начинающих. Хочу сказать, что когда я год назад начинала и вышла на три процента, на свои первые, да, тогда казалось, что вершины, которые выше идут по лестнице, да, прибывают отлично. Вот, эти вершины, которые просто нереально, наверное, достигнуть. Блестящие. Да, блестящие. На корпоративе фотографии сделали. Как раз пригодилась. Вот. Но, тем не менее, вот эти вот высоты, которые кажутся недостижимыми, они достижимы. Просто если вы будете делать, 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 и каждый день стараться делать одни и те же действия, и как можно больше этих действий, то результат вас не заставит ждать. Три, шесть, девять, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать и так далее, да, и выше, выше. Это реально, и, ну, просто надо делать, там не говорить, я там не верю и так далее, да, отговорки никакие не строить, просто идти вперед. Поэтому желаю вам, молодые люди, наш Иван и Анатолий, идти только вперед. Не останавливайтесь, делайте то, что вам говорят ваши спонсоры. Я так понимаю, это Юля, да, Ковалева, твои мальчики? Да, видно, что отличные ребята. Пускай растут, развиваются. Да, все равно наши. Далее, трехпроцентники, это Панова Анастасия, Летушева Людмила, Куликова Алена. Алена у нас сделала в этом каталоге более 150 баллов, поэтому попала тоже сюда. Алинина Екатерина Самаява Виктория, Артамонова Надежда, Киселева Олеся, Пескун Татьяна. Это Украина Татьяна. Вот, красненький мы отметили тех, кто у нас был активным в прошлый каталог, люди, которые участвовали в ЛТО. Нет, я сказала, что видео не будет, просто слушайте меня. То есть, смотрите, люди, которые только начали, да, у нас работать первый каталог, уже делают 150 баллов. Не все делают 150 баллов, вообще какие-то баллы, а это люди, которые пришли и сделали, и сразу вышли на первую ступеньку. Это хорошо, отлично, всех поздравляю, молодцы. Идите вперед, и только вперед. Я не прячусь, ничего не прячусь. У меня тут на заднем плане дети. Значит, новые 6-процентники – это Михаев Тельман, Северьянова Лариса. Лариса у нас в этом каталоге 200 баллов сделала, такой рывок очень хороший. Хотя довольно-таки недавно тоже у нас была зарегистрирована. Макаров Алексей, Горковенко Валентина, Севенкова Виктория, Гладышев Александр, Михеева Алена. Александр тоже у нас не так давно, да, и такой молодец, сделал уже заказ, то есть тоже участвует в ЛТО и растет. 6% – это уже хорошо, значит, он уже не один, наверное, этот заказ сделал, поэтому вообще вам 560 бонусных баллов – вообще круто. Да, и Украина тоже с нами, это очень хорошо, то, что у нас не только Россия, но еще и Украина, и многие другие страны могут с нами быть. Так, это Олеся, да, Олеся, твое же уже. Я отключаюсь, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот, я уже подключилась. Слышно ли меня? Так, слышно, видно? Поставьте мне. Ну, я вот беру слово не сразу, как, Катюша, ты меня позвала, мы уже так поделили, что, значит, Танечка, сейчас я продолжу, и потом уже Катюша скажет. И у нас еще сегодня от моей команды слово возьмет 18-процентник Таня Шабелева. Катюша, когда ты будешь ее поздравлять, не забудь, она тоже даст ответное слово. Я поздравляю между тем менеджером 9%. Вообще, очень здорово, вот Катя, когда говорила в самом начале о том, что наступил Новый год, и сейчас какое-то обновление чувствуется. И на самом деле даже не только обновление, а какая-то такая вот энергия, что идет рост. И поэтому как-то совсем не смущает, что это новогодний месяц, что это праздники. Все равно вот ощущения хорошие. Уже у меня, например, в структуре несколько человек сделали заказы. То есть второе число, а у меня уже Марина Жилаук сделала 127 баллов. Ну, она еще доделает, она всегда делает хорошо. Гладышев Александр уже сделал 150 баллов. И Шейна Дарья 172 балла, Матвеева Надежда 63 балла. Так что вот так вот потихонечку-потихонечку люди уже, несмотря на то, что праздники шампанское, отмечания гостей, но посмотрите, сколько нас пришло сегодня на эту планерку. Поздравить друг друга, порадоваться друг с другом. И просто как бы напитаться вот этой командной энергетики и вместе все-таки продолжить достигать результаты. Как Катя сказала, рекрутинговая гонка – это просто такой вот, как бы, такой стимул. Кто любит у нас дух соревнований, кто любит быть победителем, это, конечно, для вас. А для тех, кто у нас только сейчас начинает включаться, только начинает учиться, для вас это тоже будет полезно посмотреть, как это получается у наших активных и лидеров, и просто активных менеджеров и консультантов, тех, кто сейчас начинает. И я вам хочу сказать, что то, что там кто-то впереди вас, это вовсе не значит, что у него получится круче. Я тогда была зеленый новичок и вообще не знала, тяжело это или трудно приглашать людей. У меня в первом каталоге пришло 9 человек. Вот. Потом в последующих у меня было по 2 человека. Так что, знаете, тут в принципе просто как это должно быть именно у вас, так оно и будет. Ну, а между тем я перехожу с поздравлениями новой менеджерской уровни. И первое собеседование ирега, это вообще, я, Катя, спрашивала, ты запомнишь тебя, так бывает с сомнением? Я как-то так чувствовала, что это как-то необычно. А она говорит, да, Лиз, ты же видишь, бывает. Ну и вот Леночка Логинова, которую сегодня будет поздравлять тоже на этом вебинаре, вот она уже тоже достигает своих первых больших результатов, я бы сказала. Ну, давайте посмотрим, кто же у нас в 17 каталоге вышел, вырос из коротких штанишек консультанта и стал менеджером. Это у нас Кобзева Татьяна. Она сделала хороший заказ, работает, приглашает людей. И пока что я бы не сказала, что она очень сильно активна, но человек заказы хорошие делает, работает, приглашает людей. И я думаю, что эта пружинка у нее будет только раскручиваться со временем. Аня Гаврилова пишет, моя первая собеседование, и Юлька Кузнецова. Она мне первая сказала, да. Вот, видишь, я не одиноком в таком, да. Дальше у нас Власова Виктория вышла на 9%. Евтеев Владимир. Евтеев Владимир, он еще пока только включается, но проявляет огромный интерес. У него тоже большие там заказы, ему помогает его дочка. Ну, в общем, 9-процентная ветка у него уже есть. И Маджиева Ирина, которая тоже делает хорошие заказы. И я надеюсь, тоже начнет скоро строить свою веточку. Все-таки 9-процентный уровень у нее уже есть. Поехали дальше. И дальше у нас... А, еще 9-процентные менеджеры. Вот, Желяева Елена. Я имела честь, Елена, вас поздравлять, когда вы вышли на свои первые 3%. Тогда тоже попало так, что именно я была тем человеком, кто это провозглашал. И, насколько мне запомнилось, это было не так давно. И вот вы уже менеджер 9%. Вау, поздравляю. Быстро растете, только вверх и только вперед. Здорово. И дальше у нас идут менеджеры 12%. Здесь у нас перечислен список людей, которые... Кто-то из них делает заказы, является потребителем. Кто-то из них, я считаю, что со временем включится. Кто-то из них, вот, например, Голубятникова Марина, она бывает на летучках. То есть она человек активный, она тоже работает. И, я думаю, здесь просто тем, кто является потребителями, но еще не развивает свой бизнес так, как этого у нас как бы хотелось, да, то, ну, как мы учим, да, по нашей системе. Просто нужно немножко подтянуть систему обучения, просто немножко нужно войти именно в то русло, в котором идем мы все, те, у кого есть свои успехи, да, и обязательно все получится. Давайте назовем этих людей по именам. Ой, Ань, учила ты меня, как правильно читается фамилия? Войлочникова, да, правильно сказала, Войлочникова Елена, Липченко Лариса, Дубровин Михаил, Пономарева Татьяна, Комендантов Ярослав, Жилов Татьяна, Кораблина Алена, Буткевич Надежда и Голубятникова Марина. Молодцы ребята, включайтесь, и мы вас ждем. И вот, вот это вот у нас двенашечка очень яркая и очень заслуженная. Марина Клемешина, новый 12-процентный менеджер. Сейчас она, мы к ней привыкли как к тому, что она Марина Клемешина, а ее фамилия Летушова, она у нас замужем, и, Мариночка, я привыкнула к тому, что у тебя сейчас другая фамилия. Марина, она работает, но, ну, на обычной, да, работе на линейной, так скажем. Но она всегда во всех чатах, она все время всех поддерживает. У нее есть свой чат собственный, где она уже сопровождает свою команду. У нее там есть звездочки ее, которые тоже зажигаются, которые тоже работают. Это и ее подружки, и сама она активно рекрутирует. Каждый каталог приводит людей, и я сама уже с ее людьми собеседование проводила. То есть Маринка – это наш прямо заслуженный, заслуженный 12-процентный менеджер. Маринка, я рада, что ты у меня в команде, и я знаю, что у меня есть, чем у тебя поучиться. И, честно говоря, шепотом, я хотела бы это осуществить, зазвониться как-то с тобой, задать тебе там несколько вопросов. То, что я знаю, ты знаешь, а у меня в этом как-то еще есть вопросы. Ну и поехали дальше. И вот еще мой крутой 12-процентный менеджер – это Олечка Суворова. Она здесь у меня рядышком под боком. Детки у нас с ней ходят вместе в одну группу в садике. И она у меня тоже быстро-быстро-быстро растет. И вот сейчас она уже 12-процентный менеджер. Оля тоже очень активный человек. У нее столько постоянно идей, и ни более, ни менее, не у нее идей, как завоевает, по крайней мере, наш восточный административный город, город Москва, где проживает 3-4 миллиона человек. То есть планы амбициозные, постоянно у нее есть много своих идей, которые она реализовывает. И у нее уже пришли такие активные люди, которых тоже уже многие знают. Нино Хачури – это ее новичок, уже как бы не очень новичок, она уже тоже трехпроцентник, работает, постоянно она видна. И еще у нее есть Алена Краснова, которая тоже делает замечательные, хорошие, большие заказы. И при этом сейчас у нее уже такой вот интерес к тому, что же мы именно здесь строим. Так что, Олечка, я тебя еще раз поздравляю. Только вверх, вперед. Ну, а так как мы с тобой рядышком здесь, и еще у нас здесь такая успешная команда образовывается в городе Москва, я думаю, что и дальше мы будем очень часто подряд на вебинарах поздравлять тебя с новыми уровнями. Есть у нас еще? А, все. Я выключаюсь и хочу передать слово Екатерине Сережниковой, которая поздравит наших 18% менеджеров. А я тебя еще раз поздравляю всех с наступившим Новым Годом. И, знаете, вот праздники, вот они пройдут очень быстро. Давайте с обновленными силами. Все-таки то, что сейчас 5 спикеров на вебинаре и 18 членов нашей большой команды «Бизнеса красота», это очень здорово. И я знаю про некоторых из своей команды, кто тоже здесь был бы, но у них есть свои причины, почему их нет, но они с нами. Все, выключаюсь. Всех люблю. Пока-пока. Всем привет. Как меня слышно, как меня видно? Так, раз-два, раз-два, три. Как меня слышно, видно? Отлично. Все хорошо, ничего не фонит? Отлично. Норм. Я просто сегодня не переключилась на ноутбук с стационарного компьютера. Все, отлично, супер. Ребят, очень счастливы, что 2 января мы все доели свои оливье. Даже если не доели, то мы поняли, что это не самое главное. Потому что вы готовы работать, вы готовы начинать активно действовать и показать свою активность на словах, а на действиях. Это тоже очень важно. Вот что мы, девчонки, говорили, что мы 9 дней не отдыхаем, а потом к концу января еле-еле отходим, включаемся в работу. Вот январь, на самом деле, как сказала Катюша, очень важный месяц, его нужно правильно раскачать. Поэтому приветствую всех сегодня на первом вебинаре 2017 года. Вот еще раз всех хочу поздравить с наступившим Новым годом. Пусть год Петуха будет очень активным, энергичным, чтобы в семье было взаимопонимание, чтобы цели все достигли, чтобы все планы ваши были выполнены. Вот, надеюсь, планы вы написали уже. Напишите, пожалуйста, в чате, кто написал уже цели, кто прописал цели со временем, кто каталожно, кто расписал, так скажем, в каком каталоге вы открываете новое звание, с какими партнерами вы это делаете, какие вы цели достигаете в этом году. Ребята, кто сделал? Вчера я это сделала, хочу вам сказать. И вот когда ты это делаешь, становится как вот все, да, по полочкам на своих местах. Вот, и это очень важно. Но сейчас мы не о планировании. То, что вы это написали, сделали вы очень большие молодцы. Вот, о планировании мы на этой неделе еще много с вами поговорим на вебинарах вечерних наших. Вот. А сейчас, прежде чем приступить к поздравлению следующего, очень высокого менеджерского уровня, я хочу передать слово Ирине Цакер. Ирин, ты здесь? Все хорошо? На месте? Я сейчас тебе передам слово. Ириночка хочет поздравить свою команду. Твою команду с новыми уровнями. Давай, Ирин, я делаю что? Я делаю сейчас. Увеличу внимание. Пригласить к диалогу. Я делаю да. А ты делаешь получить или принять что-то такое. Нажми. Все отлично. Я все отлично. Я отмечаюсь. Говори. Я сейчас слайдов показываю. Меня видно? Слышно? Раз, раз. Слышно меня? А видно? Так, почему не видно? Вот, вижу. Всем привет. Ну, сначала хочу поздравить вас всех с Новым Годом. Я сегодня первый раз с вами на вебинаре. Хочу вам пожелать огромного счастья, здоровья в ваших семьях, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы росли, чтобы вы не сдавались, не отчаивались ни в коем случае. Все получится. Очень тяжело. Очень тяжело в начале. Но ничего страшного. Все можно преодолеть. Это не так сложно, как кажется, на самом деле. Вот. Сегодня я хочу поздравить своих... Ну, начну сначала с новичков. Это у нас недавно присоединившиеся две Светланки. Светлана Коляскина, Светлана Воранова и Екатерина Стрижкова. Хочу вам пожелать, чтобы вы успешно стартовали, чтобы вы тоже не боялись начать, не сомневались в себе. Потому что, ну, все получится. Смогли мы, сможете и вы. Вы ничем от нас не отличаетесь. Это реально, это достижимо. Так что успехов вам. И хочу пожелать, чтобы вы скорее включались в работу активно и участвовали в нашей жизни в чатах особенно. Это наш, так сказать, кабинет. Вот. Так, еще хочу поздравить трехпроцентника. У меня он один. Это Евгений Цакер. Тоже. Пока я не сильно включился в работу, но изучает, старается делать заказы. Вот. Так, и шестипроцентник. Это Виктория Савинкова. Это у меня вообще молодец девчонка. Очень активная. То есть сразу включилась в работу. Хочу сказать, что Вика пришла по холодному рынку. Да, она нашла меня сама. То есть в соцсетях. Она написала мне ВКонтакте. Интересуюсь по поводу работы. Вот. Мы с ней списались, пообщались. И человек заинтересовался, начал работать. То есть, опять-таки, важно развивать личный бренд там с нуля. Даже если у вас еще нет толком никаких результатов, все равно нужно развивать с самого начала. Потому что никогда не знаешь, на каком уровне к тебе придет человек именно по личному бренду. Вот. Виктория одна из таких людей. Она пришла, включилась. И сейчас она за второй каталог уже вышла на 6%. С чем я ее очень сильно поздравляю. Девчонка вообще молодец. Мы с ней хорошо общаемся. Мы с одного города, Сорска. Поэтому нам очень удобно вместе работать. Вот. Дальше. Дальше 12-ти процентник. Это жилаук Татьяна. Я очень надеюсь, что этот человек тоже у нас включится в работу. Потому что этот человек моя мама. Вот. И очень хотелось бы тоже, чтобы она побольше времени тоже этому уделяла. И активно включилась к нам в команду. Вот. Еще у меня есть 9-ти процентник. Это Оксана Суслова. То же самое. Хочу ей пожелать поактивнее включаться в работу. Участвовать в чатах. И не бояться делать первые заказы. Вот. Ну и присоединяюсь к поздравлениям всех остальных. Девчат у нас и мальчишек. Вот. Так что всем спасибо. С Новым Годом. Успехов вам. Спасибо большое. Ириночка, я вижу, что у нас появился новый стикер в этом году. Как вы считаете, Катюш? Мне кажется, что у нас прям новый стикер для вебинаров. Прям вообще очень супер-пупер. Молодец. Да? Кать, как считаешь? Ага. 100%. Мы тоже за. Вот. Ребят, знаете, такая вот жара пошла у нас после Нового Года. Что-то как-то хочется немножечко... Да? Такой очень клевой активности. И я вот смотрю, вот Летушова Мариночка у нас, да? 12% вышла на новый уровень. Марин, ты здесь? Поставь, пожалуйста, три плюсика. Ты здесь, в чате? Марин, поставь, пожалуйста. В чате ты? Супер. Марин, давай, я хочу передать тебе слово. Я вот так вот нажимаю, пригласить к диалогу, а ты прими. Вот. У нас Мариночка Летушова выше на уровень 12%. Уровень, очень крутой уровень менеджера. Очень большая молодец из города Астрахани. Активная, амбициозная. Умница, красавица. Вот. Ты где? Принимай. Мариночка. Хотим тебя услышать. Хотим немножечко услышать о себе, о том, как ты совмещаешь основную работу и выше на уровень 12%. Сейчас я свою презентацию отключу. Марин, она в шоке. Да, я говорю, мне хочется немножечко поиграть сегодня. Активности. И вот так вот спонтанно, вот так вот неожиданно я даю слово Мариночке Летушовой. Марина, ты здесь, не прячься в домике, давай, я тебе даю слово, ты принимай. Мы просто не предупреждали Марину, вот, но очень хочется тебя услышать. Расскажи, как ты совмещаешь основную работу и бизнес. И вообще, почему пришла, что тебе нравятся, какие цели на 2016 год? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Что-то не получается, да? Сейчас звук слабенький. Не хотели, Мариночка, услышать мы. Так, давай я вот так вот отключу и попробую еще раз подключить. Давай последнюю я тебе даю возможность. Очень хочется, Мариночку, услышать. Мореж, нашу красоточку. Обскомпа подключилась. Ну вот, вот я вот так вот тебя увидела и так захотелось тебя не только увидеть, но еще и услышать. Вот, потому что 2017 год мы ищем новых спикеров. Ребят, давайте заявки на новых спикеров, на вебинары и так далее. Ну ладно, если у нас не получается, Марин, давай, переключайся на стационарный компьютер, дадим мы себе слово сегодня. Вот, а я хочу выполнить свою функцию и поздравить следующий менеджерский уровень. Сразу тогда вы переходите. Отлично. Итак, менеджеры 18%. Ребят, это просто, ну, очень крутой менеджерский уровень, когда ты просто уже за один шажочек тебе до уровня директора, до уровня старшего менеджера, у тебя уже огромная команда, ты научился рекрутировать, ты научился сопровождать, ты научился формировать команду. У тебя есть уже ключевые партнеры, у тебя растут, подрастают лидеры. Вот, и это уже не функция новичка, это даже, это уже практически функция директора, который организует большие товарообороты. И я просто счастлива, что у нас звездопад 18% буквально, знаете, в последние секунды уходящего года, ребят, суббота, 31 декабря. Я говорю, закрывайте, ребята, раньше, в среду, в четверг. Нет, вот мы вот любим закрывать в субботу, зато какие шикарные звания, ребят, да. Ну, стоит в субботу попахать, 31 декабря, чтобы вот увидеть Анютку Гаврилову на уровне 18%. Если честно, я вообще не понимаю, как Аня это сделала в плане 31 числа, резала салаты, я не знаю, она разопивала шампанским и делала 18%. Просто вообще, она очень большая молодец. Ребят, я очень счастлива твоему прорыву, потому что это очень важно, да. Ты это сделала, значит, ты сделать можешь гораздо больше, у тебя планы и амбиции, и потенциал намного больше. И вот этот шаг, он очень важный. Ань, от души тебя поздравляю. Да, бывают в бизнесе… Ленечка, Лень, я занята. Да, бывают в бизнесе времена, когда там время сагнаться, время, когда вроде бы ты стоишь на месте, да, вроде бы ты вроде даже и падаешь, да, но ты делай действия, делай ежедневные действия, идя к своей цели, прорыв он будет, да. И только остановившись мы падаем, понимаете, когда ты делаешь, 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 ты набираешься опыта, ты формируешь команду ключевых партнеров, и происходит прорыв. Анют, очень, да, ты очень молодец. И падала, но не сдавалась. И это очень важно. И именно поэтому ты имеешь этот результат. Вот, Ань, от души поздравляю. И, ну, даю, наверное, сразу ответное слово, да. И так вот будем идти по менеджерам. Давай, Анют, тебе две минуты ответное слово. Расскажи свои просто эмоции, вот, и планы на 2017 год. Давай, Анюточка, подключайся. Да, как меня слышно? Еще раз привет. Спасибо большое, Катюш, за поздравления. Очень приятно было слышать от тебя поздравления. Еще бы хотелось Гермшева услышать. Пускай Гермшева после меня тоже подключится и что-нибудь скажет. Потому что все-таки пришла я к ней, вот, и вместе с вами, с двумя мы эти результаты делали. Потому что, на самом деле, здесь была не только Катя Гермшева, но еще и Катя Сережникова. Вдвоем помогали. Мы и собеседование проводили вместе, в офисе встречались с людьми. У нас было много очень встреч. Деловая колбаса. Я такая, да. Вот, поэтому всем спасибо. Спасибо, конечно же, еще команде за то, что были со мной. Те, кто остался, не ушел. Потому что, если бы все, кто со мной были с самого начала и не сдались, да, как кто-то сдавался, уходил, и не сдались бы, этот результат уже был бы давно. Но на то это и бизнес, что здесь не все будут с нами, да. Reflame для всех, но не все для Reflame. Поэтому, самые сильные только остаются, самые стойкие, терпеливые, люди, которые умеют ждать, терпеть и делают. Вот, поэтому, ну, как бы, 2500 баллов еще плюс и будет 22. Вот, я, конечно, очень рада этому. Спасибо большое всем, кто участвовал. Спасибо Наталье Ивановне, Рябухина, она мне тоже помогла. Результат доделать, вот, потому что без нее бы тоже было бы немножечко сложно. Вот, спасибо всем. Всем молодцы. Команда у меня на самом деле классная. Люблю всех. Девочек, которые сейчас со мной, мои подруги. И это, я считаю, очень важно, да, что мы здесь не только партнеры по бизнесу, но еще и подруги. Подруги и друзья. Вот, ну, в принципе, я все сказала. Спасибо всем. Пока. Спасибо, Аню. Ну, мы команда, мы вперед, мы вместе, вот, и мы, нас просто уже ничто не остановит, правда, Анют? Вот, никакие падения, никакие, так скажем, турбулентности, только вперед. И теперь, Анют, буквально один-два каталога, давай, не надо раскачиваться долго, просто вот на этой энергии ты поверила, да, что ты это можешь, ты сделала это, буквально каталог 2 и на уровень 22%. Окей? Итак, кто у нас будет следующий? Анютка в этом каталоге на 22. Супер, в этом каталоге 22. Кто у нас будет следующий, как вы думаете? Потому что даже я не знаю, чей следующий слайд. Итак, следующий 22%, я не случайно оговорилась, значит, будет 22% обязательно. Это у Гринова Елена. Леночка, ты здесь, отзовись в чате. Прямо вот хочу сказать 22%, вы представляете? Вот у меня прямо вот с языка так вот отрывается 22%, вообще, я не специально. Это точно будет, девчонки, до 18%, ребят, это просто вообще, это один шаг до 22%. Это стыдно, уже быстро не сделать 22%, просто вообще гнать нужно. Леночка, спасибо тебе за твою веру, за твои действия, за твое постоянство. Ты постоянно у нас на вебинарах, ты учишься, ты делаешь, ты идешь вперед. Поздравляю тебя со званием бабушка. Бабушка, Лена у нас стала бабушкой в декабре. Дочка родила внука, внучку, пожалуйста, в части мне, Мишу, да, то есть внука Мишу. Так что у Лены два подарка, у Рады 17% и внук. Так что поздравляю, Лена, от души, здоровья всей семье. Давай вперед, 22% это не просто оговорочка, это цель, это план. Это план, который я тебе вот так вот поставила и который нужно выполнить. Так что давай, Лен, верь в себя, мы с тобой, у тебя много спонсоров, которые в тебя верят, ты веришь в себя и все получится. Так, Леночка Угринова, давайте мне ответное слово. Олесь, как вы, давайте прямо в онлайн-режиме, чтобы я понимала договоренности. Раз, два, три, три, четыре, кто меня слышит. Лена, готова дать ответное слово, Лен? Готова два слова сказать? Лен, да, отлично. Так, все, Леночка, передаю тебе слово, я нажимаю, приглашаю к тебя к диалогу, а ты говоришь «Окей» и принимаешь. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Так, я не пойму, что-то не подключается, Лен. Тебя не слышно, Лен. Раз, два, три, раз, два, три, Лен. Еще 10 секунд, если нет, идем дальше, потому что время. Что-то не подключается, микрофон, может быть, у тебя? Что такое? Ну все, идем дальше, Леночка, извини, давай тогда настраивай микрофончик, в следующий раз дадим слово. Вот, еще раз поздравляем, давайте вперед и к новому уровню. Дальше. Танюшка Шабелева. Здесь Танюшка у нас. Танюшка, отзовись. 18%. Спонсор, Олесь, напиши в чате, сколько месяцев работает Танюшка. Или, Танюш, ты напиши. За сколько каталогов сделан этот уровень? Потому что уровень супер, высокий, да? То есть, и получается, она почти как я, напишите, сколько каталогов почти как я. Вот растет активно хорошая ключевая команда менеджеров, да? То есть, девчонки, плаченные с весны, да? То есть, ребят, смотрите, с весны, ну, получается, за 10 месяцев, да, активной работы. Танюшка является уже спикером наших вебинаров. Очень активно включается в работу. Очень классный друг, очень классный помощник. Мы с ней познакомились в Москве лично, гуляли на ВДНХ. Она была нашим фотографом, да, перед банкетом директоров. Поэтому, Танюшка, давай, я тебе желаю, чтобы не просто фотографировать нас на красно-ковровой дорожке, а чтобы в ближайшем будущем самой по этой красно-ковровой дорожке прийти на банкет директоров, получить свои чеки, признания и быть с нами вместе на банкете, окей, и на конференциях. Вот, давай, Танюшка, я тебе передаю слово, как ты справляешься с основной работой, да, то есть ты, как Татьяна, где у нас, а Татьяна говорит, ага, как ты совмещаешь основную работу, этот бизнес достигла такого высокого звания, какие планы на 17-й год? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не пойму, ребят, что у нас происходит. Девочки, на что вы нажимаете, что вы не можете ответное слово дать? Не понимаю, что происходит у нас сегодня с комнатой, либо что вы у нас с Акерой-то хорошо подключились. Что вы нажимаете, не то? Я приглашаю вас в диалогу. Вы уверены, что хотите активизировать? Да, хочу. Нажимаю «Да». Что у тебя выходит, Танюш? Нажимай «Окей» и говори. Давай, еще раз попробуй. Очень хочется вас услышать. Окей. Окей. Окей, я поняла, что что-то у тебя с микрофоном, Танюш. Ладно, все, идем дальше, потому что время. Итак, для эксперимента, Серега, я тебе могу и слово дать для эксперимента. Итак, давайте мы сейчас поздравим еще. Что, Серегу мы даем? Или все-таки 18% следующего? Ну, давай, Серега, даем поздравить нас. Вошел во вкус, Серега, да, у нас, Серега. Давай, Танюшка, поздравь. Так, ага, видимо, слышно меня, да? Но не видно. Это у меня здесь антивирус опять. Выходит, выходит. Так, ага, видно, слышно, да? Но не видно. Ну, вот и с камерой. С камерой. О, ага. Так, с Новым годом, с Новым годом, моя команда. Люблю, обожаю. Танюшка, тебя поздравляю. Скоро я тебя догоню обязательно. Вот. В гонку включаюсь. Обязательно. Своих девчонок, мальчишек. Тоже включаю обязательно. Мы быстро вырастим. Это у нас быстренько станет директором. 100%. Так. Ну, в общем, эксперимент как бы удался. Работает, видно, слышно. Вот. Ну, что еще? Готовлюсь к вебинару. 4 числа будет вебинар. Вебинар будет интересный. Мне он самому нравится. Вот. Наконец-то я поговорю, о чем хочу. Так что всех приглашаю. Сразу такую маленькую ремарочку. Моя семья. Всех вот поздравляю с Новым годом. Я рад, что реплеем ворвался в нашу семью, в мою жизнь. Все вообще шикарно получается. Все на позитиве. Столько надежд на семнадцатый год. Прям вот. Хочу. Хочу автомобиль Шкоду. Вот прям, чтобы, по крайней мере, к декабрю, чтобы ее уже пригнать. Вот. То есть хочу. Хочу машину. Вот прям вот. Вот что со мной сделает, девчонки? Хочу. И всем желаю. Ну ладно, все работает. С Новым годом. Классно. Как мне сегодня нравится наш сегодня Экспромт. Да, ребят? Вообще, новогоднее настроение. Отличный Экспромт. Серега, спасибо тебе большое, Сереж. Твою семью от души поздравляю. Все будет. Будет и Шкода, будет и Мерседес или Вольво, то, что ты выберешь на уровне бриллиантового директора. Серега, будет. Дайте только время, как говорится, да, и побольше ключевых партнеров. Вот, поэтому спасибо тебе за такой позитив, за такое включение. Мужская энергия и энергетика всегда очень нужна, да, в нашем сегодняшнем таком женском вебинаре, можно сказать, да. Итак, раз так, идем дальше. Так, так, так. А, ну, Таня написала в чате то, что не смогла сказать. И, ребят, еще у нас есть один 18-процентный менеджер. Не еще один, а очень-очень важный 18-процентный уровень. Очень важный, потому что это настолько, как сказать, настолько яркий человек в нашем проекте. Человек, который идет вперед, который рекрутирует, который не останавливается, и которого ничего не остановило. И в последние минуты закрытия каталога, 31-е число, ребята, сделало этот уровень. Ой, ладно, сейчас я сначала Юленьки, а потом уже раз я начала про Юленьку. Вот, и это Юля Ковалева. От души поздравляю, Юль. Я очень рада, что ты это сделала, что ты приняла это решение. Это очень важное решение, потому что это не просто уровень 18%. Это огромный шаг к новой жизни, к новым целям, к новым себе. Понимаешь? Молодец. Поздравляю. Желаю, чтобы в этом году ты достигла того уровня, который ты прописала в своих целях. Потому что я не могу тебе говорить, ты будешь золото там, либо будешь сапфиром. Тот цель, который ты себе поставила. Желаю тебе сильных ключевых партнеров, желаю тебе просто, ну, достичь того уровня жизни и яркости жизни, которую ты хочешь. Юльчик, большая молодец. Ты учишь нас рекрутировать. Если мне нужно что-то узнать про доски, объявления, как там какие-то моменты сделать, я звоню Юле Ковалевой. Потому что она у нас спец в этом, она рекрутирует просто в Бомбовске на досках объявлений. У нее это феерично получается. У нее совсем маленькая дочка, первоклассник. Я вообще, если честно, Юльке не понимаю, как ты первоклассникой с маленьким ребенком все успеваешь. Давай расскажи, поделись, тебе ответное слово. Давай, Юль, говори. Молодец, вперед, очень рада за твой результат. Просто очень рада. Юльчик, здесь? Давай. Вот, эталон трудолюбия и упорства. Звезда. Вот. Угу. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Так, сейчас слыхать? Слышно, да? Все, слышно, да? Так, ну, во-первых, хочу поздравить вас всех с наступившим 2017 годом. Да, это такой вот год петуха. И хочу пожелать в первую очередь, знаете чего? Успехов, да? Успехов в нашем таком-делегком труде. Цели, да? Вчера села, прописала, сделала свой калаш мечты на 2017 год. Чего хочу, прописала, прописала именно по месяцам, вот. И вчера у меня был такой день, да, вроде 1 января, но, знаете, села и отошла от рекрутинга, отошла от, ну, вообще от работы, да, уделила времени именно прописаниями своих мечт, да, и то, что я хочу. И немножко, да, подзадумалась, такая, подзарядилась немножко, да, да, то есть дала себе немножко такой большой толчок вперед. И 18%, да, делась, Катя сейчас говорила, мне обижали мурашки, да, потому что очень приятно слышать от вышестоящих спонсоров, да, такие приятные слова, которые не просто тебя, да, доряжают, да, такой некой энергии, это очень приятно. Я очень благодарна своим спонсорам. В первую очередь это Кате Ермышевой, Кате Сережниковой, да, потому что 31-го числа, да, никогда первые 31-го числа, вот честно сказать, никогда не было такого, что в последние часы там сидеть, кто-то готовит, да, кто-то там режет салаты, а мы сидели и закрывали звание, да, это вообще, это такой адреналин, поверьте, того стоит, да, чтобы работать, прийти к тому и просто сесть так вздохнуть и сказать, фу, наконец-то. Это вот такой кайф, поверьте, я вот, я когда закрывала, да, и делалась это, я не делала одна, это делала команда, это делали вышестоящий спонсор, да, то есть вот это того, поверьте, это того стоит, чтобы работать, чтобы идти, и вот я сейчас, да, ощущаю себя уже, у меня уже, помимо, да, спонсорского, у меня есть еще своя команда, да, уже, которые так же растут, и я уже-то как бы горжусь, да, что у меня же есть и своя веточка, да, которую я уже учусь, которую я уже сопровождаю, да, и вот ты уже вчера вот буквально села и говорила, да, я уже на 18% шаг мне остался до директора, и села сегодня буквально в статус писать, и такие нахлынули эмоции, да, о том, что когда я пришла сюда, я, у меня не было никакой такой определенной цели, да, что это на долгосрочный такой у меня будет доход и работа, да, то есть что я здесь останусь на долгое время, у меня не было, честно скажу, да, то есть не как-то думала, что это все на малет, но сейчас, да, шаг до директора, я отношусь к этому полностью серьезно, да, и когда ощущаешь людей, да, которые работают вместе с тобой, это, ну, это такое удовольствие, честное слово, да, и сейчас, да, уже в новом году я знаю, что в дальнейшем буду работать с этими людьми, да, что у меня растет команда, и люди будут приходить и приходить, вам того и желаю, да, побыстрее по уровням, Анечку Гаврилу очень хочу поздравить, да, потому что я действительно, я знаю, чего это ей стоило, да, потому что человек хотел этого, и, Ань, давай уже на 22 месяц, как мы с тобой на корпоративе, руки пожали друг друг, да, сказали, что 22 откроем вдвоем, так что откроем отзывательным вдвоем, так что идите к своим мечтам, идите к своим целям, цените своих вышестоящих спонсоров, они самое дорогое, как я вчера читала, да, есть мама, есть твой спонсор, читала книжку «Бизнес-трафарет», где говорилось о том, что, да, есть мама, есть спонсор, больше никого не цените своих спонсоров, они самое золотое, самое ценное, что у нас есть. Всех с наступившим Новым Годом, у меня все. Отлично. Спасибо, Юлечка, за твою веру, за твои действия, за твою командную работу. Вот. И, ребят, я же говорю, у нас просто мы фейерверк, здесь допад 18%-ников, вот, и... Новые 18%-и процедники. Костодонтова Наталья Павловна и Кузьмина Анастасия. Наталья Павловна из города Москва. Кузьмина Анастасия, вы здесь? Напишите, из какого вы города? От души поздравляю наших партнеров. Наталья Павловна постоянно на наших вебинарах, дневных, вечерних, очень активно учится, очень активно. А из Воркуты, супер. Настя из Воркуты. Просто меня потрясает география нашего проекта. Ребят, и, знаете, когда-то я даже мечтать не могла, что у меня менеджеры такого высокого уровня, ребят, 18%-и процедники будут вообще из Воркуты, да, из Москвы, вот. Столько будет внос просто партнеров из других городов, и мне не надо тратить столько времени на дорогу, чтобы ездить по этим городам, проводить там офлайновские встречи, да, обучать, когда можно все это делать в интернете удаленно. Просто, ребят, ну, я очень счастлива, потому что, ну, если честно, я даже об этом не мечтала. И когда даже два года назад мы организовывали этот проект, мы ставили себе такую цель, ну, сейчас, да, как только мы этого достигаем, просто очень круто, что география, она у нас расширяется, расширяется, расширяется. Вот, и наш проект «Бизнес и красота», кстати, я себя на мысли поймала, немножко отойду, да, от поздравления, что в этом году мы, сколько, да, наш проект «Бизнес и красота» праздновал Новый год, начиная с Новосибирска, да, заканчивая, ну, в Калининграде у нас нет пока партнеров, сколько часовых поясов в нашем проекте «Бизнес и красота». Очень круто. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю наших партнеров, коллег, да, из Воркуты и из Москвы. Наталья Павловна, постоянно, еще раз повторяюсь, да, на вебинарах рекрутирует, строит свою веточку. Желаю вам просто мега роста, закрыть в этом году как минимум звание старшего директора, чтобы быть на следующий год на банкете директоров вместе с нами. Я очень хочу с вами познакомиться на мега-форуме в Москве в этом году, да, я уверена, что вы там будете без вариантов. Вот, очень хочется лично познакомиться. Настюша Кузимина, да, очень активная, энергичная девушка, очень грамотная, строит так же себе вторую ветку, очень активно рекрутирует успехов. Настя, давай тоже в Москву на мега-форум встретимся, пообщаемся, это очень классно, очень рада, что ты в нашей команде, в проекте «Бизнес и красота». Вперед к новым мечтам, успехам и целям. Вообще, в 18-процентнике, ну, настолько высокий уровень, вот, и один шаг. Ребят, давайте прямо вот в январе, начинайте учиться, в январе, вот, концентрироваться вот настолько на результате, что джинс максимально возможно, максимально возможно, чтобы выйти на 22%. Ребят, не надо тянуть, не надо тянуть резину, не надо делать тяжело, да, нужно делать легко, с улыбкой и весело, да, уровень директора, вот, тогда это будет приятно, правильно? Тогда это будет очень, ну, классно. Поэтому давайте, и это касается всех 18-процентников, да, Настя – учитель от Бога, время учит в бизнесе, да, все вы считаете эти пожелания наших коллег-партнеров. Ребят, да, 18% вам буквально чуть-чуть осталось в этом каталоге, открыть 22%, закрыть звание директора до восьмого каталога и поехать в Болгарию. Но об этом у меня, ребят, другие мои слайды. Так, кстати, другие мои слайды, другие мои слайды. Секундочку. Потому что год 2017, ребят, этот год особенный. Кто знает, почему подсказка у вас прямо перед глазами? Потому что он юбилейный. Ребят, 50 лет компании Арифлейм. 50 лет. Вы представляете, какая мощная, какая серьезная, да, компания, какая она надежная, какая она железописленная. Вот, юбилей. И это будет мега крутой год, ребят, мега крутой год. Поэтому вот этот особый год нужно сделать себе и компании особые подарки в виде новых званий. Да? Ребят, ну, очень нужно, компании очень нужны наши новые звания. Нам они нужны. Вот, давайте подарим компании, да, на юбилей наши новые звания. Ребят, 50 лет. Правильно, девчонки говорят. Вот она стабильность, вот она железобетонность, вот она гарант, гарант нашего будущего. Поэтому буквально сейчас в скайпе мне пришло. Надоело бегать из проекта в проект и так далее, и так далее, да. То есть давайте, это мечта сетевого бизнеса, мечта иметь один трафик, да, то есть людей из разных, короче, компаний, источники дохода, все дела одновременно в нескольких сетях компаниях работать. Только в скайпе этого приходит, понимаете? Да не нужно, ребят. Как говорил Самила Полежаева, я отдала этой компании уже там 16 лет, я никогда в этом не жалела. Ваша жизнь, компаний много, а ваша жизнь одна. Такой компании вы отдадите свою жизнь, да, зависит от вас, от ваших решений. Вот я в этой компании отдала уже 13 лет, ребят. Я не жалею, я иду вперед. У меня появляется, у меня новая энергия от ваших результатов. Ребят, у меня вот сейчас просто мегаэнергия, я верю еще больше в те цели, которые я себе прописала, да, вот в этом ежедневнике. На этот год, понимаете? Потому что с такой командой, с такими партнерами, горящих, молодых, энергичных, молодых и телом и душой, да, как говорится. У нас много поколений в нашем проекте, но мы все молодые, потому что мы активные, потому что мы идем вперед, мы берем все новые возможности, ребят. И это просто супер, да? География расширяется, и в этом году еще будет, еще будет больше, да. У нас Украина вместе с нами. Давайте в этом году, да, лозунг у нас на удвоение. Удвоимся, выйдем за, еще расширим больше, да, географию нашего проекта, укрепимся, чтобы наши партнеры были не только в России, но и в других странах, сделаем наш проект международным. Кто со мной? Ребят, потому что этот год нужно будет сделать особенным. Я помню, ребят, я помню, да, так я вот говорю, потому что реально мне есть уже что-то вспомнить. Юбилей 45 лет, да, компании когда было, это был, спасибо за это, да, когда было 45 лет, я помню, когда было 40 лет компании, это был 2007 год, ребят, 2007 год. В Мексике был юбилейный банкет, бриллиантовая конференция. Бриллиантовая конференция была, юбилейная. Это был фурор, это был просто супер. И настолько компания юбилей с размахом празднует, поэтому я хочу вам немножечко рассказать, что же ждет нас, вас и ваша компания «Реслоин» в этом году. Буквально через 10 дней, 12 января, начинается моя мечта, на которую в этот раз я не попала, но я уверена, что эта мечта у меня в жизни осуществится, ребят, потому что я иду вперед, я не останавливаюсь, Флориды, Майами являются моей мечтой, и эту мечту осуществлят очень многие топовые лидеры России, и буквально через 10 дней поедут на бриллиантовую конференцию в Майами. Ребят, начнется юбилейный год в Майами. А почему я об этом говорю? Да, мы там не будем, и нет ни единого шанса у нас с вами быть на этой конференции, увы, да, потому что кто-то пришел только сегодня в проект, естественно, он не может, да, там быть. Я к чему говорю? К тому, что, понимаете, уровень, да, уровень компании, Америка. Компания, вот чтобы лидеры были во Флориде, во Флориде, естественно, нужно получить американскую визу каждому лидеру, каждому. Из, ну, в районе 50 стран мира там будет, это будет международная юбилейная конференция. И компания, каждый ездил в Москву получать визу. Где бы человек ни жил, ни жил, в Благовещенске, в Новосибирске, и так в Москве хотелось сказать, да, все ехали в Москву, в американское посольство, и все это компания оплачивала, даже получение визы, проживание, перелеты, понимаете, чтобы получить визу топовому лидеру. Ребят, компания все оплачивает. Вот не говоря уже о том, что происходит, начиная с Домодедова, трансатлантический перелет и все, что там во Флориде на самом шикарном пляже. Поэтому это уровень компании, 50 лет, ребят, компания богатая. И вы будете на этих бриллиантовых конференциях, если вы поверите. Если вы поверите, что вы это можете, если вы найдете 6 человек, вот так, чтобы с камерой было видно, 6 человек, которые вам поверят. Серьезных людей, ориентированных на бизнес, ребят, не с которых вы будете тянуть на аркане, не сговаривать, а которые будут с вами реально на долгие годы в этом бизнесе. Не надо таких писать, ребят. И когда вы там будете, тогда бизнес ваш будет железобетонный. Ребят, поэтому Майами – это круто, да? Но, ребят, был Сингапур, где было мега круто. Было Мексики, где было мега круто. Там, где были Дубай, Арабские Эмираты, я там была, и там было мега круто. Мы с Натальей Ивановной, да? Наталья Ивановна, напиши, вы там были, это было мега круто. Вот, мы были на золотой конференции в Стокгольме, где было 10 тысяч человек. Ребят, 10 тысяч человек в Стокгольме было. Это был 2012 год, юбилейный. 45 лет. Ребят, мы там были, это было очень круто. Поэтому вы тоже будете на этих конференциях. Вы там должны быть. Вот кто хочет, кто с нами, кто там будет. Кто там хочет быть, да-да-да, Сингапур. Кто будет, кто хочет быть, кто планирует конференцию с компанией. Ребят, что нас ждет еще в этом году? Нас ждет юбилейный банкет директоров, ребят. И это будет в спорткомплексе Олимпийском, ребят. В спорткомплексе Олимпийском на 15 тысяч человек. Олег, ребят, Олимпийский. Олимпийский – это спорткомплекс, в котором был банкет в том году, когда меня поздравляли с уровнем директора. Я получала премию в тысячу долларов, розочку, в длинном пол, в красном черном платье, бордовом, на сцене Олимпийского. Да, мне было 20 с чем-то лет мне было. Вот, в Олимпийском. И снова мы возвращаемся в Олимпийский. Потому что это юбилейный банкет. Вот. И Гермушеву Катюшку будут поздравлять с уровнем директора. Я уверена, что Олещу Дейбрус поздравляет с закрытием, с уровнем директора. Мы будем со спутниками. Ребят, К сожалению, в этом году это будет вся компания наша. Наталья Ивановна со спутником. Ну, плюс директора Натальи Ивановны, я имею в виду, моя команда. Потому что, чтобы попасть на банкет, надо было в 16 каталоге открыть 22%. Так что, вот я показала, что нас было 4 человека на банкете в прошлом году. В этом году нас будет уже в 2 раза больше, как минимум, только из нашей команды. Ребята, я вас не то, что немножко дразню, я вам показываю, что там надо быть. И уже сейчас, с января, нужно начинать работать так, вот уже сегодня, чтобы в следующем году быть на всех мероприятиях, которые я сейчас показываю, ребят. Именно сейчас. Надо начинать. Просукуете вы, либо нет. Зависит от вас. Будете вы на этих мероприятиях, либо нет. Девочки, ну, в Олимпийской, это круто. Кто считает так? Вот. День в юбилейных. Я поздравляю девочки всех, кто в процессе выполнения, кто выполнил квалификацию на этот банкет. Кстати, я еще тоже не выполнила квалификацию в Олимпийской, потому что у каждого директора, да, и выше есть свои определенные критерии, чтобы попасть на банкет. И мне компания дала свои критерии. Об этом планировании, о планировании групп, объясню, как это делается. 6 января, когда я буду вечерний вебинар давать, я вам обязательно расскажу, как планируются эти конференции, потому что вы сейчас должны это знать. Но сегодня просто такая вот мотивашка. Поэтому, ребят, уже сейчас вы должны планировать, кто меня услышал, да, чтобы быть в следующем году с нами на банкете с несколькими закрытыми званиями. Что будет еще в июне, ребят? И это не зависит от вашей квалификации. Туда нужно просто принять решение ехать. Уже сейчас, с сегодняшнего дня, начинать откладывать деньги, потому что это стоит перелеток денег. Тот, кто не из Москвы. Но я объявляю начало сбора нашей делегации, команды «Бизнес и красота» на мегафорум. В прошлом году вот наша команда на мегафоруме, да, в Москве. Вот кто сейчас здесь с нами? Напишите, кто едет в следующем году, ой, какой все, уже в этом году, ребят, в июне перед банкетом директоров, либо после, там как компания уже скажет, на мегафорум. Ребят, я даю установку, что там должны быть все, все, кто заточен на серьезный бизнес, все, кто хочет результата, кто идет на результат, все, кто является лидером своей команды, либо хочет быть таковым. Понимаете? Ведь если, вы знаете, как говорится, если я пришел в эту компанию, то я буду на всех мероприятиях в компанию, да? Есть такое правило. То есть если я, Сереж, что такое мегафорум? Ты должен обязательно собрать свою команду на этот мегафорум. Это обучение. Это не столько обучающее, там нет спикеров, типа там Роберта Киосаки, либо там Джим Рона, там, либо Рэнди Гейджи, не приглашает компания, да? То есть таких спикеров на этот. Там выступают истории успеха наши новые растущие лидеры. Там выступает руководство, там все руководство компании. Вот это будет феерический юбилейный мотивационный, мотивационный не вебинар, а форум. Как сказать? То есть мотивационное мероприятие с историями успеха, с выступлениями звезд, да, шоу-бизнеса, это однозначно, потому что это юбилейный. Это однодневное мероприятие, однодневное. То есть, ну, допустим, с 10 до 4, там, либо с 11 до 6, это как компания уже. То есть однодневное. Насколько совпадают там у вас уже поезда, самолеты и так далее, это уже вы решаете, одним днем поесть, либо нет. Молодец. Но я считаю, ребят, что вот это мероприятие, оно должно... Я не знаю, насколько человек оно будет. В прошлом году было очень мало билетов на это мероприятие. Просто люди там стояли около входа, от метро стояли и пытались купить, помните? Пытались купить билеты на это мега-мероприятие. Ребят, не было билетов. Сейчас юбилейная. Интернет-команды растут, и все приедут сюда, чтобы встретиться с своими командами. Ребят, это наш шанс с вами объединить нашу команду, бизнес в красоту. Обязательно мы зафуфырим какие-нибудь, да, забубением, сказать, какой-нибудь флаг с нашим логотипом, да, чтобы фотографироваться на фоне нашего логотипа. Обязательно надо будет забубенить какие-нибудь наши опознавательные знаки нашей команды. Потому что это будет, надо сделать фурор, ребят, надо показать, можно, что есть такой проект, есть интернет-проект в бизнесе красота, что мы скину, что нас много. Ну, короче, вы меня поняли, да, ребят, да, надо закупать заранее, поэтому я вот сейчас так много об этом говорю, что вы сейчас уже планировали, в свои ежедневники писали, июнь месяц, когда компания четко объявит, какие это будут даты, мы будем точно знать. Это будет вторая половина июня, я так думаю. Вот. Понятно? Это будет очень круто. И там надо быть, ребят, я вообще, у меня есть такая идея, снять на Соколе заранее, либо поддержите меня или нет, как вы считаете, на спортивной, это сервисный центр в Москве, их два, Сокола спортивная, там есть тренинг-залы, и можно снять на два часа этот тренинг-зал, туда нашу команду пригласить, например, на следующий день после банкета, либо до мероприятия, ну, там зависит, какие даты будут, и провести наше вот такое знакомство, встречу, историю, понимаете? Вот такую вот вещь, как вы считаете? Мне кажется, прям очень нужно это сделать, я прям хочу нашу команду в этом году в Москве со всех, со всех городов объединить. Вот. И, кстати, Ногинск есть еще, ну, не еще есть, компания, компанию можно заявить, что мы хотим съездить на экскурсию в Ногинск. Это огромный завод компании в Подмосковье, это, ну, склад, завод, просто, ну, самый, короче, большой завод в СНГ, Ногинск. Я сама там еще не была, но у меня есть такая очень большая цель, команду сюда съездить. И это очень круто, увидеть, как, там помада делается, да, у нас, на каком уровне, какие сертификаты, на каком вообще высоком уровне производится продукция компании Арифлэн. Потому что, когда ты там был, ты уже по-другому об этом говоришь. Ты видишь компанию изнутри. Потому что, когда вот я побывала, ну, например, на заводе в Сокгольме, я уже по-другому об этом говорю, потому что я там была, да, а на Гинске я еще так не могу говорить, потому что я там не была. То есть, можно задубинить taką еще вещь, да, как на Гинске. Но это нужно на уровне компании заявить. Поэтому давайте, ребята, уже сейчас об этом думать, потому что нужно определенное количество делегаций, чтобы нам компании, там же экскурсию делают по-нагински, не просто так три чайка приехали, нужно команду, вот, и уже сейчас в январе надо заявить, что мы туда едем. Итак, понятно, да? Что еще? Еще у нас в сентябре будет Болгария. Это менеджерская конференция, ребят. И все 18-процентники, вам всего лишь один шаг до выполнения этого условия. Те, кто еще не на 18, на 15, на 12, ребят, нет, ничего невозможно. В этом каталоге уровень 22% закрыт в восьмом каталоге, и вы выполняете условия на Болгарию. Ребят, есть у каждого еще шанс, есть у каждого реальный шанс без кюшек, а именно по альтернативным условиям, да, то есть выйти на 22, продержать 8 каталогов, и вы в Болгарии. Кто будет спутниками, да, так скажем, кто с Гермышевой поедет в Болгарию, потому что она пока единственная, кто выполнил условия на эту конференцию. Ребят, тот, кто не по альтернативным условиям идет, а вместе с кюшками, да, просчитывается планы, обязательно, да, выполняется. Первый каталог – это последний каталог, мы об этом еще будем говорить, о планировании, когда нужно выполнить условия на Болгарию, те, кто не по альтернативным условиям идет. Вот. Кюшки – это без альтернативных условий, вот, а без кюшек – это с альтернативными условиями. Поэтому… Нет, Олесь, у тебя были определенные условия, да, для того, чтобы тебе выполнить план. Я не знаю, вы там с Катей Гермышевой планы, наверное, ставите на Болгарию, потому что у каждого менеджера, у каждого уровня был свой план. Кать, я не знаю, у Олеси какой там план на Болгарию, что у вас там в Болгарии. Но самое главное, что первый каталог – это ключевой каталог, итоговый каталог на квалификацию. Ну, завершается первая часть квалификации, и начинается альтернативная, да, последний шанс выйти на 22. Так что, ребят, у каждого есть еще шанс, да, быть в Болгарии. Так что, ребят, решим этот еще вопрос, идем дальше, потому что у нас сегодня такая мега-большая… Мы за два дня, да, за первое и второе сделали большую-большую-большую планерку. Так мы по вам соскучились, наши партнеры, да, соскучились вебинары, не давать у нас столько энергии у каждого спикера, да. Ребят, юбилейный круиз. Говорю опять-таки, что, конечно же, тот, кто не выполнил квалификацию, уже туда не попадет, к сожалению. Но, но, золотые конференции – это то, куда вы должны опять-таки ставить планы, планировать быть. В этом году будет мега-золотая конференция на двух круизных лайнерах. Вот. И вы должны уже с этого каталога планировать свое участие в следующей золотой конференции, ребят. Не когда она уже будет заканчиваться или будет идти, а уже сейчас вы должны планировать. Почему? Потому что, например, через 10 дней только начинается конференция в Майами, а конференция в Японии уже началась. Понимаете? Чтобы быть в следующем году в Японии, конференция уже, квалификация уже началась. Понимаете? Поэтому нужно сейчас уже планировать следующую конференцию золотую. Кто планирует с нами на золотую конференцию 2018 года? Где она будет? Еще не объявили, но в другом. Это будет феерично. Кто с нами на следующей золотой конференции? Ребят. Так что, зуб даешь, будем на следующей. Отлично, ребят. Супер, супер, класс. Отлично. Так что, ребят, вот такие вот у нас самые масштабные мероприятия этого года, юбилейные, да, от компании. Какие условия, ребят, Сереж, я об этом расскажу более подробно 6-го числа на своем вебинаре. Окей? Чтобы вы понимали. Но первую конференцию нужно сделать, закрыть золото. То есть нужно закрывать золото, чтобы быть на следующей конференции. А какие периоды, это уже я вам потом скажу. Так что, нужно быть закрытым золотом. Итак, и еще я хотела сделать такой промоушен семинара, на который я еду и хочу собрать команду. Кто хочет со мной? 5 февраля 2017 года в Сочи, в городе Сочи, будет шикарный семинар. Это Сережа, обучающий семинар, да, то есть уже не макриционный мегафорум, а семинар, на котором будут выступать потрясающие спикеры. Во-первых, да, вот это Сережа, семья Полежаевых, Владимир Полежаев, да, который был у нас на вебинаре в прошлом, в 2016 году, да, все мы там были. Сейчас у нас после всех возможность увидеть его, на вебу услышать, увидеть в Сочи. Ребят, я Полежаевых. Затем бриллиантовый директор из Краснодара Сергей Гоглоев. Новый бриллиантовый директор Кусун Тагирова, растущий из Краснодарского филиала. Дважды бриллиантовый директор из Беларуси Екатерина Тимховец, очень яркая, сильно мотивирующая, активно работающая лидер Беларуси. Вот, и Ольга Николаевна Григориян. Ольга Николаевна Григориян – это института питания РАМ, врач, диетолог, да, то есть люди, тучные люди худеют у них в центре, да, в институте питания, извините, да, они профессию там диеты. И она была у нас в Астрахани, семинар давала, очень грамотно говорит о велнессе, о правильном питании, о белках, о важности белках, и она полчаса на этом семинаре будет говорить о велнессе, о здоровом питании, специалист, да, с института питания РАМ. Вот такой семинар 5 февраля, уже через месяц, будет в Сочи. Кто у нас из Краснодарского филиала может? Есть здесь кто? Вот, кто хочет поехать послушать Полежаевых, послушать топовых лидеров воочию на этом семинаре? Ребят, вот такая вот вам информация, подумайте, потому что, ну, лидеры растут, мышление наше, вообще понимание этого бизнеса растет, конечно, на мероприятиях. Вот, и мероприятия нужно посещать, не только вебинары, да, но еще и семинары. Поэтому, буду очень рада, если мы поедем на этот семинар, ну, в Сочи немножечко от наших морозов, да, отдохнем, вот, и послушаем таких великолепных семинаров. Вот, ребят, у кого 5 февраля отпуск, и кто хочет поехать вместе со мной в Сочи на такой семинар? Есть у кого желание? Вот, послушать семью Полежаевых воочию, да, и таких суперспективеров. Поэтому, ребят, 2017 год очень насыщенный, юбилейный, и я уверена, что наш проект «Бизнес и красота», он будет так же, не то, что так же, просто будет прорыв новых званий, потому что мы набрали очень смызную скорость. Я поздравляю всех новых результатов 17-го каталога, который мы сегодня, да, поздравляли еще раз. Примите мои глубокие поздравления. Я очень рада за вас, и, ребят, давайте вперед, верьте в свои мечты, верьте в себя, вот, верьте в свой успех, делайте, рекрутируйте. Сегодня мы уже начинаем участвовать в рекрутинговой гонке, да, про которую Катя рассказала. Кто еще не заявил о себе, заявляем. Вот, и работаем, ребят, на результат, не просто на ежедневные действия, 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 да, в течение дня. Понимаете, вот год этот, он промчится, для кого-то он будет ознаменован очень яркими событиями, теми мероприятиями, про которые я сегодня так перелистаю немножечко, еще раз скажу, да, вот такими вот яркими событиями будет насыщен этот год. А для кого-то этот год может пройти просто как любой очередной год, да, 365 дней, 364 дня уже осталось. Лечь, спать и проснуться, да, пойти на работу, прийти с работы, да, у кого-то так может год пройти. И ничего особенного, отпуск на дачу провести. А кто-то может этот год очень активно попахать для того, чтобы круто изменить образ своей жизни, чтобы быть на таких мероприятиях в следующем году обязательно, чтобы быть обязательно, да, на нашем мегафоруме в этом году. Ребят, это все в ваших руках, так что вы это можете, а значит, вы должны сделать по максимуму в этом году, вот, чтобы доказать самим себе, что вы это можете, что вы этого действительно очень хотите. Все, всем, всех еще раз с Новым Годом, всех с выступающим Рождеством, да, всех христиан, православных, вот так вот, с выступающим Рождеством. Вот, с завтрашнего дня в 7 часов по Москве у нас начинаются обучающие вебинары, так что ждем всех, ребят, всем до встречи в чатах и завтра на вечернем вебинаре. Всех пока-пока, всем любви. Короче, я уже заговариваюсь, второй час вебинар, все, всем пока, спокойной ночи. Давайте, пока. Продолжение следует...